Здравствуйте! Люди с давних времен солнечный свет считают другом здоровье. Недаром пословица гласит, куда редко заглядывает солнце, туда часто приходит врач. Однако при длительном пребывании на солнце организму грозит перегрев и обезвоживание. Как правильно использовать «Чедрый дар солнца» смотрите сегодня в рубрике «До приезда врача» и далее в программе. Если вашему ребенку поставили диагноз сколиоз, вернуть красивую осанку помогут советы специалистов в рубрике «Первые шаги». Как помочь больному после ишемического инсульта? О новых методах диагностики и лечения расскажем в рубрике «История болезни». Правильная осанка во все времена считалась залогом здоровья. Недаром воспитанницы строгих гувернанток носили на голове книги, привязывали к поясу прядки своих волос, чтобы не испортилась осанка. К сожалению, нынешнее поколение не отличается ровным позвоночником. 30% детей из числа тех, кто впервые идет в школу, имеют нарушение осанки. У большинства старшеклассников наблюдаются проблемы опорно-двигательного аппарата. Причем простое нарушение осанки переходит в более серьезные заболевания, такое как сколиоз. Этот диагноз зачастую бывает совершенно неожидан для родителей. Ребенок, казалось бы, нормально развит. И вдруг выясняется, что у него формируется сколиоз. Пока ребенок растет, опасность сколиоза всегда остается актуальной. Это связано и с детской акселерацией, что рост очень активный у детей, с тем, что также дети ведут малоподвижный образ жизни. В основном сейчас все за компьютерами, за айпадами, за айфонами. Вот мало уделяется времени на спортно-активный образ жизни. Врачи не устают повторять. Искривление позвоночника опасно тем, что заболевание прогрессирует незаметно. Сколиоз начинается в результате ношения сумки на одном плече. Неправильного сидения за парты из-за ошибки родителей, которые вводят свое чадо постоянно за одну и ту же руку. Вследствие этого происходит изменение наклона позвоночника, что ведет к спазму глубоких мышц спины. В начальной школе детям необходимо, чтобы дети носили ранцы. Так как в школе у нас все-таки с первого класса дети носят большие учебники, тяжелые большие учебники, которые могут просто не помещаться в портфеле в обычной. Ранцы очень спасают. Они укрепляют мышцы спины, как двойной эффект, чтобы не перекашивались лопатки над плечи, а чтобы именно спина держалась. Впереди лето, поэтому у родителей есть возможность более тщательно заняться здоровьем своих детей, сделать упор на лечебную гимнастику, физпроцедуры и особенно плавание, так как вода помогает снять нагрузку с позвоночника и тренирует практически все мышцы тела. На связанном воздухе, спортивные секции, плавание, лыжи. Хочется пожелать родителям, чтобы они все-таки больше внимания обращали на детей в период роста. Чаще обращались к врачу с профилактической целью, а не когда уже имеется заболевание и сколиоз в большой степени. Лучше все-таки предупреждать, чем лечить. Современное развитие медицинской помощи позволяет практически полностью восстановить больного, перенесшего ишемический инсульт. Но зависит это не только от медиков, но и от самого больного. В госпитализации очень важен срок доставки пациента. То есть при первых признаках инсульта, это асимметрия лица, нарушение речи, слабость руки или ноги, нужно незамедлительно вызывать скорую медицинскую помощь. Не пытаться самому сориентироваться в этих симптомах. Не пытаться ждать, что само пройдет. Практика показывает, что ничего само не происходит. В обязательном порядке нужно обратиться в специализированные отделения для получения квалифицированной медицинской помощи. Сегодня через специализированное отделение больницы имени Пирогова за год проходит порядка полутора тысяч пациентов. Благодаря реализации государственной программы оснащения больниц, здесь больным оказывается помощь на самом высоком современном уровне. Сегодня 100% пациентов, поступивших с признаками инсульта, проходят через компьютерную томографию. О таком обследовании еще лет 5-7 назад можно было только мечтать. Но тем не менее, временной фактор остается ведущим. Основным методом лечения и самым современным мышеческим инсультом является тромбоэтическая терапия. Но, к сожалению, мы можем применить этот метод только в случае ранней доставки пациента, то есть в срок в 4,5 часа от момента появления первых признаков инсульта. Если же этот момент упущен, врачи оказываются ограничены в методах лечения. По стандартам, существовавшим еще несколько лет назад, приходилось ждать месяц, чтобы оперировать в так называемый холодный период, когда воспаление сосудов снижалось. Это считалось безопасным для пациента и менее проблемным для хирурга. Но в то же время пациент оказывался на месяц и прикован к больничной койке. Все меняется, все движется вперед. Благодаря таким технологиям, которые мы здесь видим, на которые мы опираемся, это компьютерная домография с ангиопрограммой, которая есть в больнице, с помощью того опыта хирургического лечения ишемии головного мозга, хронической только, вот сейчас скачок произошел и в мире, что нужно таких больных оперировать как можно раньше. Сейчас уже установка такая европейская, российских сосудистых хирургов, что таких больных, не всех, а часть больных нужно оперировать в сроке до двух недель. В прошлом году в нашей больнице было открыто сосудистое отделение и стало возможным проведение хирургическое лечения каротидных артерий в остром периоде ишемического инсульта. Такие операции проводились и до создания отделения, но не в таких масштабах. Поэтому тот опыт, который накоплен неврологами за 60 лет, а в этом году неврологическом отделении, по-моему, если не ошибаюсь, исполняет 60 лет, так вот этот опыт неврологов, он сейчас совмещен с нашим опытом, с опытом хирургической работы на сосудах магистральных артерий, поэтому мы сейчас такие операции делаем. Могу сразу сказать, что в России, в России опыт таких операций очень минимальный. Сегодня неврологи больницы имени Пирогова работают в тесном сотрудничестве с сосудистыми хирургами. Польза от такой совместной работы, очевидно, для всех. Елизавета Бекетова познакомила нас с одним из своих пациентов, который после перенесенного инсульта уже готов встать на ноги. Пациенту на четвертый день была произведена операция по реконструкции сосудов сонных артерий. На следующий день он уже поведен в отделение и продолжается дальше дальнейшее реабилитационное мероприятие. Сила в левой руке и ноге у него уже на следующий день несколько увеличилась, стал более активен. За дальнейшую реабилитацию этого пациента и многих других отвечает целый штат слаженно работающих узких специалистов. Среди них не только неврологи, но и кардиологи, терапевты, нейропсихологи, физиологи. Каждый, отвечая за свое направление, работает ради достижения общей цели – скорейшего выздоровления пациента. Кто из нас в жаркий летний день не любит поваляться на пляже, позагорать? Однако делать это нужно с осторожностью. В противном случае может произойти перегрев на солнце. Особенно к перегреванию очень чувствительные дети, потому что у них масса тела маленькая и очень быстро происходит процесс декомпенсации. Особенно если ребенок выходит на пляж с родителями в жаркую погоду. И здесь обычно летом как солнце нужно получить побольше, побыстрее все это. Ну и пропускает момент, когда ребенок перегревается. При перегреве ребенок становится вялым, капризничает. У него повышается температура, болит голова. Первым делом пострадавшему нужно обеспечить комфортные условия. В идеале малыша необходимо отвезти домой или в прохладное помещение. Если такой возможности нет, то достаточно перебраться в тень или под навес. Ребенку нужно перенести в тень, намочить водой полотенце. Полотенце на пляже всегда есть. Первое, что охладить голову, потому что очень чувствительна головная мозг, центральная система к перегреванию. Можно что сделать? Одно полотенце влажное положить на голову, вторым влажным полотенцем ребенка обтереть и, соответственно, обильно обмахивать. То есть здесь меры по физическому охлаждению организма. Организм в таком состоянии теряет много влаги, поэтому, чтобы избежать обезвоживания, перегревшегося ребенка необходимо часто и понемногу поить холодной водой. Если есть холодная вода, можно что, ребеночку положить под мышки, вот, или под затылок немножко, что-то холодное, да? Вот, но стараться сильно холодное не ложить, потому что это дополнительный раздражитель интенсивный, может вызвать неприятное ощущение ребенка. Если симптомы развиваются до теплового удара или не ослабевают в течение часа, срочно обращайтесь за медицинской помощью. Если вы не позаботитесь о своем здоровье, то оно само напомнит вам о себе. Следите за своим здоровьем и до новых встреч!